Привет, друзья! Это канал Илон Маск. Сентябрь почти сгорел, так что давайте узнаем, с чем компании Илона врываются в октябрь. В этом дайджесте фанат Илона Маска стал миллиардером, Tesla Energy запускает новый завод и космическая заправка от SpaceX. Но перед этим напомню, что мы запустили космический мерч. Плакаты, кружки и приятные мелочи с логотипами любимых компаний, 3D-конструктор кибертрака и даже настольная игра, которые скрасят даже такие промозглые осенние вечера. Все это можно заказать в нашем небольшом интернет-магазинчике по ссылке в описании. Уверен, каждый найдет милую сердцу вещицу. Ну а если вдруг не найдет, расскажите в комментариях, каких еще крутых штук не хватает нашему магазинчику? Мы обязательно прислушаемся! А теперь к новостям. Начинаем с Тесла! Тесла наконец активировала кнопку «Запросить бета-версию полного автопилота». Как следствие, города наводнили невероятно медленные автомобили, поскольку прежде чем дать доступ к автопилоту, компания убедится, насколько безопасно водители ведут себя на дороге. Оценка безопасности сводится к пяти основным факторам. Количество предупреждений о прямом столкновении на каждую тысячу миль, применение экстренного торможения, агрессивный поворот, небезопасное следование за впереди идущим автомобилем и принудительное отключение автопилота. По итогам вождения можно получить оценку от 0 до 100. Хорошим результатом считается 80 и больше. Национальный совет по безопасности на транспорте раскритиковал подход Тесла еще до выпуска кнопки. Совет часто расследовал аварии с участием автомобилей Тесла и считает, что до внедрения беты Тесла должна разобраться с основными проблемами безопасности. Также он подчеркивает, что использование термина «полное самоуправление» является безответственным и вводящим в заблуждение. Тем не менее, совет может давать только рекомендации по безопасности, но не имеет никакого отношения к правоприменению. Вообще, Тесла уже давно и много критикуют на этот счет, и кажется, будто компания просто пропускает это мимо ушей. Вот у NHTSA действительно есть право на что-то влиять, и Тесла реагирует на их расследование по факту аварий с участием автомобилей служб экстренной помощи. Компания обновила ПО автопилота, теперь в ночное время автомобиль снижает скорость, когда видит огни автомобилей служб экстренной помощи. Водитель же предупреждает об этом звуковым и визуальными сигналами. Также Тесла борется за соблюдение закона о среднем расходе топлива автомобилями, выпускаемыми корпорацией. Принятый еще в 2016-м, он обязывает автопроизводителей достичь более высокого уровня экономии топлива в автомобилях, которые они продают в США. В противном случае они получат штрафы, которых можно избежать, покупая зеленые кредиты у автопроизводителей вроде Тесла. В этом году штрафы должны были вырасти вдвое, но администрация Трампа заморозила их за несколько дней до ухода президента с поста. Тесла встретилась с NHTSA в прошлом месяце и настаивала на восстановлении штрафов. В это же время General Motors, Toyota, Ford и Volkswagen обратились в суд с просьбой отклонить запрос Тесла, намекая на потенциальную выгоду для компании Илона Маска. Если заморозку отменят, есть вероятность, что крупным автопроизводителям придется платить штрафы вплоть до модельных рядов 2019 года, а это миллиарды долларов. И отчасти все действительно так. Этот закон действительно выгоден Тесла, но это только потому, что компании, производящие машины на ДВС, не очень хотят ему следовать. Согласно новому отчету из Кореи, Тесла ведет переговоры с Samsung Electronics о выпуске чипа для автопилота следующего поколения. Ожидается, что новый чип впервые появится в киберпикапе. Samsung планирует производить чип с использованием своей 7-нанометровой технологии на заводе в Хвасунг. Ждем 2022-го. Илон Маск заявил, что к следующему году глобальный дефицит микрочипов будет побежден за счет новых заводов. В то же время лидеры отрасли считают, что нехватку микрочипов получится решить не ранее 2023-го. Впрочем, Илон всегда был оптимистом. Куча российских СМИ с восхищенной пеной у рта написали о том, что автомобили Тесла будут производить в подмосковном Королеве. Илон Маск опроверг эти слухи. Тесла еще не определилась с местом 4-й гигафабрики. Сейчас компания находится в процессе принятия решения, но до запуска производства на Гига Техас и Гига Берлин ждать его не стоит. Пока в каких-то СМИ пишут непроверенные глупости, Маск окончательно запугал сотрудников. В новом письме Илон сказал, что эта неделя станет самой интенсивной неделей поставок за всю историю Тесла. Он выразил надежду, что в следующем квартале будет намного проще. Уйти от волн поставок должно получиться с запуском Гига Берлин. Но на раскачку производства обычно уходит не менее года. Что скажете, стоит сотрудникам Тесла верить Илону или же лучше приготовиться пахать и дальше? Складывается ощущение, что каждый последующий квартал становится все интенсивнее. Что думаете, делаем подборку писем Илона в духе «в этот раз нам придется поработать как никогда». А вот одному фанату Илона Маска пахать в принципе больше не нужно, как и его внукам, и правнукам, и праправнукам. Когуан Лео сумел накопить более 6,2 млн акций Тесла на сумму более 4,5 млрд долларов. В твиттере он написал, что является третьим по величине индивидуальным акционером Тесла. Публичные записи этого не подтвердили, но Когуан Лео утверждает, он держит акции на нескольких счетах. Чтобы не быть голословным, он обратился к главе Тесла по связям с инвесторами и тот, конечно, все подтвердил. Останавливаться Когуан Лео не собирается и грозится, что планирует купить больше акций, чем Арк Инвест сможет продать. Решительный человек, однако. Далее новости про Тесла Энерджи. Тесла объявила, что открывает новый завод Мегафэктори в Латропе, Калифорния. Здесь будут производить Мегапэк. До сих пор Тесла производила их исключительно на гигафабрике в Неваде, как и Пауэрволу с пауэрпэками. Теперь компания собирается вывести географию производства на новый уровень. Тесла объявила, что расширяет энергетический план Тесла и виртуальную электростанцию в Австралии до штата Виктория. Это большой шаг, поскольку Виктория представляет собой более крупный рынок с населением более 6 миллионов человек, в три с половиной раза больше, чем в Южной Австралии. При присоединении к энергетическому плану Тесла обещает ежемесячные кредиты на поддержку сети, расширенную гарантию до 15 лет на новый Пауэрвол и минимум 20% резерва во время отключения сети. Поехали дальше к новостям про SpaceX. Старший директор SpaceX по полетам с экипажем поделился, что миссия Inspiration4 вызвала огромный интерес людей, которые хотят приобрести космический тур на борту Crew Dragon и Starship. SpaceX рассматривает возможность производства Crew Dragon исключительно для космического туризма, если на то будет спрос. Спрос наверняка будет, ведь по словам Илона Маска, в следующих миссиях у экипажа будет пицца, Wi-Fi от Starlink и туалетные сидения с подогревом. Да я бы сам полетел. Также Илон Маск подтвердил, что в следующем месяце Starlink выходит из стадии бета-тестирования. Ну красота же! Falcon Heavy запустит луноход Viper к южному полюсу Луны в 2023. Viper приземлится возле кратера Нобеля и будет искать подземный водяной лед с помощью буровой установки. Ранее этот регион исследовался только с Земли с помощью спутников дистанционного зондирования. С полученной информацией NASA сможет создать более подробную карту, которая поможет принять решение по месту строительства базы на Чем дальше, тем больше нагрузки у Falcon Heavy. Стартап Astranis, создающий геостационарные телекоммуникационные спутники, решил запустить свой спутник микрогео на Falcon Heavy вместо Falcon 9. Спутник станет частью полезной нагрузки в миссии Viasat 3 весной 2022. С его помощью Astranis доставит услуги связи на Аляску. SpaceX запустит на Falcon 9 топливный танкер OrbitFab для заправки космических кораблей в космосе. OrbitFab планирует построить в космосе заправочную станцию и уже управляет базой на низкой околоземной орбите. Второй, более крупный топливный танкер запустят в качестве дополнительной полезной нагрузки в миссии IM-2 на поверхность Луны в 2022-2023. Перед тем, как прибыть на Луну, Falcon 9 высадит танкер OrbitFab на геостационарной орбите. NASA определила дату запуска миссии Axiom-1 21 февраля 2022. Экипаж миссии станет первым полностью коммерческим экипажем в истории, который посетит МКС. Сейчас экипаж проходит обучение коммерческих астронавтов от NASA и SpaceX. Он проведет на МКС целых восемь дней. Космические силы США заключили контракты со SpaceX на 14,5 миллионов долларов для серии испытаний двигателей Raptor. Бюджет выделили на тестирование быстрого регулирования тяги и перезапуска, анализ устойчивости горения, а также на работу спецификаций и тестирования жидкого метана. А теперь наша любимая рубрика «Космос и бюрократия». Федеральное управление гражданской авиации США и SpaceX выпустили предварительную экологическую оценку планов по запускам Starship на 152 страницы. По документам, SpaceX предлагает ежегодно проводить до 20 испытательных суборбитальных и до трех орбитальных запусков Starship. После начала операционной фазы SpaceX предлагает до 5 суборбитальных и 5 орбитальных запусков Starship ежегодно. С учетом амбициозных планов SpaceX предложенная схема явно рассчитана на получение первой лицензии. Потому что без лицензии Starship никуда не полетит, а процесс рассмотрения заявки может занять несколько недель. Есть вероятность, что лицензия будет выдана в конце этого года. Тем временем из части документов, поданных SpaceX в ответ на иск Blue Origin, выяснилось, что главным аргументом компании Джеффа Безоса являлось отсутствие анализа о готовности к полету Starship по лунной программе NASA. Blue Origin настаивают, что NASA не учло предпусковые проверки перед каждым запуском. Проще говоря, что все все неправильно посчитали и агентство потратит на программу гораздо больше денег, чем могло бы. Илон Маск ответил, что аргумент не имеет смысла, потому что SpaceX всегда делает анализы готовности к полету. Стоит сказать, что Blue Origin приводит и последовательный аргумент. Например, о том, что NASA не провело переговоры с Blue Origin, а со SpaceX провело. Компания утверждает, что при наличии переговоров тоже могла бы пересмотреть стоимость своего предложения и получить шансы на контракт. Другой вопрос – чего бы сразу стоимость пониже не предложить, раз это было возможно? Ну, пусть уж Blue Origin хранят свои маленькие секретики. А в конце про Илона Маска. Илон Маск вошел в список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Журнал Time назвал его «человеком, посвятившим свою жизнь освобождению от ограничений» и подчеркнул, что Маск увеличивает возможности человека с неотступным оптимизмом и зрелищностью, предлагая модель решения серьезных экзистенциальных проблем. Ну, тут все по делу. Уверены, что донаты от наших любимых подписчиков тоже прилетают нам по делу, ведь мы каждую неделю радуем вас порцией хороших проверенных новостей из вселенной Илона Маска. Скоро увидимся!